Добрый вечер. Я хочу продолжить с тестами. Мне что-то понравилось. Не понравилось само видео первое, которое я делал, как проходил тест. Не понравилось, как я себя вел, как я тупил и прочее. А именно тема классная. Сидишь себе там, щелкаешь кнопочками, ответики выбираешь. Поэтому в этот раз я немножечко на своих ошибках посмотрел видео, ошибки свои записал и надеюсь, что что-то из них извлек. И все. Вот теперь, значит, это без кривляний, без всего. Все для вас. Этот тест говорит TOEFL, но вряд ли он TOEFL. Они тут даже еще, ну тут не по-нашему написано, не знаю, но вроде как они с ними никак не связаны. Тем более вот Grammar Bank, что-то британский флаг здесь, какой-то непонятный TOEFL, насколько я понимаю, американский тест. Все это не столь важно. Просто давайте будем проходить тесты и обещаю, что на этот раз я не буду таким злюкой, как в прошлый раз. Настроение отличное, просто устал, это самое хорошее. Устал, значит, много говорить не буду. Настроение отличное, значит, не буду говорить противного там много. Не знаю, что это за… Разберемся. Я просто это попробовал. То есть это случайные ответы пока. I have seen businesses moving out of the country to avoid paying taxes. Да, или там avoid paying taxes. To avoid. Нам нужно найти TO. Какой-то TO. Недавно, кстати, вот мой мозг сыграл со мной злую шутку. Я пытался… То есть у меня в голове TO, TO and TO все по-разному произносятся. Причем из них по-разному произносятся только TO, который употребляется рядом с какими-то словами. То есть TO куда-то. Например, TO dollars будет 2 доллара. Или I have some dollars TO. У меня есть доллары тоже. Там T-O-O. И let's go to dollar store. Ну, to the dollar store. Для наглядности. Let's go to dollar store. Let's go to dollar store. То есть единственный из них будет вот этот TO. И то, если он рядом с каким-то. А мне почему-то казалось, что они разные. Вплоть до того, что мне пришлось самому себя записать. И как-то не смог разобрать в чем. Ну, вот видите, мозг такая штука. Поедем дальше. Хватит это. I have seen businesses moving out of the country to avoid paying taxes. То есть нам надо TO. Сейчас нам надо как заменить TO. TO. Вместо одного слова 3 получится. Это же лучше. Правильно? Правильный ответ. Правильный ответ. I have seen businesses moving out of the country so as to avoid paying taxes. Нормально? А, хорошо. Although, нет. However, тоже нет. А, и вот это, что я там за уши притягивал, это весело. Но это, не знаю, может сбивает с толку. Поэтому я этого делать не буду. Я буду просто находить правильный вариант. Если знаю, или озвучивать логику, ну, то есть озвучивать, что меня натолкнуло на выбор того или иного варианта. Если я не уверен, то хотя бы скажу вам, почему я думаю, что, наверное, так. Так, we shall take an umbrella with us so we don't get wet. Так, so, in case we don't get wet. Ой, хочется с ним поразвлекаться, не буду. In order to we get, no, so that we don't, okay. Despite, because of. We shall take an umbrella with us so that we don't get wet. Да? Мы возьмем с собой зонтик, чтобы не намокнуть. Видно нормально? Да, нормально. Или сделать побольше. One second. One second. One second. Как говорят американцы. Так нормально? Потому что голова закружилась. Я привык справа. Сидеть сейчас слева. Не привычно. Умбрелла? Okay. I couldn't drive there, so I told my dear to come along. Так вообще нормально. Просто ничего не надо. Ну ладно, хорошо. I couldn't drive there. Ну, наверное, there for now. О, интересно, какой будет вариант. Я даже не знаю, какой правильный ответ. I couldn't drive there, so I told... Надо будет чем-то, какую-то коронную фразочку придумать, чем заполнять, ну, типа, каким звуком, наверное. Ходжиме! Да? Или что-то вот такое, связанное с нашими ниндзя-навыками. Ну, пока будем так, случайные звуки издавать. I couldn't drive there, so I told my dad to come along. Так вообще нормально, ничего туда не надо добавлять. Drive there me. А, by myself, наверное, будет. Типа, сам не мог, поэтому попросил отца, чтобы... Ага, наверное. Each other, myself. Да, нормально. One another. Я сказал by myself или myself в этом контексте. Это будет одно и то же. Не всегда, но в этом контексте было бы и by myself хорошо, ну и myself даже лучше. Потому что почему? Потому что меньше слов лучше. I couldn't drive there myself, so I told my dad to come along. Нормально, хорошо, отлично. Ну, кроме что myself не обязательно там, потому что, как я сказал, изначально он уже был нормальный. I couldn't drive there, да, то есть я не мог туда поехать, а здесь как бы я не мог туда поехать сам. Из-за того, что глагол drive в английском несет больше информации, чем просто поехал. Ну, не то, что больше, другую информацию. То есть было понятно, что я не мог туда ехать за рулем. Поэтому myself не нужно, но для ясности пусть будет. То есть нормально. То есть I couldn't drive there, so I told my dad to come along, хорошо. I couldn't drive there myself, so I told my dad to come along, хорошо. I couldn't drive there by myself, so I told my dad to come along. Немножечко будет там оттеночек, но основной смысл будет тот же, поэтому нормально. В том, что это правильный ответ, я уверен, насколько я могу быть уверенным. То есть на 90, там, с чем-то процентом. Before asking people to share their secrets with you, share some of your own with them. Или some of your secrets. Ну, опять, та же ситуация, здесь вообще ничего не надо. Before asking other people some of yours with them. Наверное, вот это и есть правильный вариант. Before asking other people to share their secrets with you, share some of yours with them. Да. Давайте просто пробежимся, нет ли подозрительно похожих вариантов. Before asking the other people. Не, the other, это другие. Ну, долго объяснять, но нет. You, some of you. Сейчас. Это вообще вульгарно звучит. Ладно. Some others asking, some others nope. Asking others people тоже нет. Others можно было бы тогда без people. Потому что others уже будет как существительное другие. Короче, other people, другие люди, и others другие. Это будут два, это other и others будут вообще два разных, одного корня, но это как вторая и третья форма глагола. То есть они похожи, но это две разных вселенных. То есть others будет существительное, other будет прилагательное. Поэтому прилагательное. В общем, несуществительное. Other people, some of yours. Да, нормально. Ответ правильный. By the time you to the party, arrive, наверное, by the time you do, давайте скажем, we will have been something for several hours. То есть вот такое. Если do, will have, did, had been, давайте сейчас разберемся. By the time you have come, может, но даже не буду пока на него смотреть, вряд ли. И come, we'll be drinking, no, то есть нам надо будет have something. Come, have been, we have been, no, came, had been, скорее всего вот это. Came, we're drinking for several hours тоже. То есть в принципе, как бы если я займусь своим любимым делом притягиванием вариантов за уши, то я, возможно, еще два или три варианта заставлю себя поверить, что они могут быть правильными. Но вот этот, в принципе, притягивать ничего не надо совсем. By the time you came, да, к тому времени, пока ты пришел, to the party, we had been drinking for several hours. Да, мы уже несколько часов бухали, когда к тому времени, пока ты пришел. За мной тут следит мой телефон, откликается на случайное. Молчи, следи молча, что ж ты палишь контору. Ой, надо учиться и учиться. Еще бы это, там, заок, нау. Обещал без, все, обещал без вот этого. By the time you came to the party, we had been drinking for several hours. Нормально. Alan, all his money, lost, давайте. Рабочий вариант, lost all his money when we go, nope. Ладно, go to the casino, he didn't even say hi to us. Had, I don't know, when we got, наверное, тоже had something, had done something, had lost all his money, не знаю. Alan, all his money when we got to the casino, he didn't even say hi to us. Наверное, had lost или что-то типа того, had gambled away, ought to, какой тойфул, тойфул, как говорится. Alan should lose. Yeah, sure. Ну, это неправильный ответ, но как бы, Alan должен получить то, что заслуживает. Need and have. Это не американский вариант, но не американский это. Alan can't have law, must have law. Окей. Ага, окей. Alan must have lost all his money when he got to the casino. He didn't even say hi to us. Да, он, наверное, когда приш... Ну, как бы, вариант И, но... Really? Ой, блин, обещал, да, все, позитив там, все. Ну, и реагировать так болезненно на проигрыща тоже не буду на этот раз. Там 12 неправильных ответов. Куда уж хуже, тем более здесь всего их... Видите, как хитро выбрал на этот раз. То есть, 12 неправильно на этот раз. Такого не будет. Alan must have lost all his money when we got to the casino. He didn't even say hi to us. Давайте я вам честно признаюсь в чем-то. Вот это must have, там, как во времени. Так как must, сам глагол, непонятно в каком он времени. Ну, допустим, will и would, они очень хорошо играют по правилам. То есть, will – настоящее время, would – прошлое. Там все понятно. Например, may and might. May – все равно настоящее, might – уже такое мутное время. То оно прошлое, то оно настоящее, то непонятно что. Should – должно быть прошлое время, а на самом деле настоящее чаще всего. Can, could – вроде как тоже нормально играет по правилам. То есть, can – настоящим, could – в прошлом. Вот с must мне менее всего с ним комфортно. Что, в принципе, нормально, потому что must используется нечасто. Но, тем не менее, из этих всех вариантов, я думаю, правильный вариант и не потому, что он такой классный, а потому что все остальные вообще, как бы, вообще мимо. Но я думаю, я прекращу пока признаваться в своих прегрешениях. Давайте сначала убедимся, пусть я сначала правильно отвечу, а потом уже как бы с высоты педестала уже тогда буду там сбрасывать такие типа. Ну, вы знаете, я тоже не идеален, я ведь тоже могу делать ошибки, всего лишь человек. То есть, такое. Не надо, как бы, наперед забегать, а то вдруг еще окажусь не на педестале, а под ним. The store by hundreds of people every day is visited. Не знаю. I don't understand why my favorite book… Favorite написано по-американски. То есть, я так понимаю, здесь сборная солянка. Тест, сборная, сборная СНГ по-английскому. I don't understand why my favorite book… Yet. Не понимаю, о чем идет речь, давайте будем читать варианты. The store visited by hundreds, by people every day. Nope. The store is visited. Okay, I don't understand why my favorite book hasn't been bought yet. По-моему, вот этот у нас будет вариант. The store was every day за уши. Hadn't bought mimo. Is visited. Hadn't been bought. Во-первых, не нужно. Во-вторых, мимо непонятно, где у нас вообще в прошлое время. Had visited. Куда? Магазин кого? Кому магазин в гости? Кстати, само слово store американское. То есть, этот вопрос американский. Вот этот вопрос, не знаю, но не выглядит он мне, как будто его составляли для американского теста. Ну, пожалуйста, может быть. Опять же, у меня есть такая привычка, я очень часто могу с каким-то возмущением что-то сказать. И психология человека так устроена, что когда человек возмущается, его воспринимают, как будто у него этот гнев, возмущение, как будто оно какое-то праведное. И вот я не хочу пользоваться этим психологическим приемом, хотя он сам вылазит. То есть, я не хочу вести себя как авторитет в английском. Я постоянно вам напоминаю, что этим авторитетом не являюсь, но своим поведением я веду себя именно так. Поэтому на вас лежит задача не только учить английский, но и отсеивать те моменты, где я откровенно... В общем, сами знаете, как правильно. Ellen must... Что Ellen? Магазин. The store is visited by hundreds of people every day. Магазин is... Есть... Ну, в магазин приходят люди. I don't understand why my favorite book hasn't been sold yet. Hasn't been bought yet. Ну, same. То есть, sold – продано, bought – куплено. То есть, в принципе, не принципиально для нашего сегодняшнего... Блин, так глаз чешется, почесаться на камеру. Кстати, мандаринок нету на этот раз. Лучше себя веду, чем в прошлом видео. The new movie performed... Опять, наверное, американский, потому что, насколько я знаю, в британском предпочитают фильм говорить. Но, может, movie, cookie, не знаю. The new movie performed very poorly. Performed здесь по контексту имеется в виду в кинотеатре. Ну, то есть, мало принесло денег. То есть, да, не показало хороших результатов. The low ratings it has received by the viewers. Наверное, будет despite. А, the low ratings performed very poorly because, наверное, of, не despite, а то есть из-за низких. As, или as seen as we... Да, есть же варианты. Due to the low... На, вот, пойдет. Since. Нет, despite, это по смыслу будет обратное. То, что я изначально хотел сказать, но по смыслу вообще обратно будет. However, мимо, не надо. Because, было бы because of. Поэтому, единственный нормальный вариант, который подходит и по грамматически, и по смыслу, будет duetto. Duetto. Да, это... Due to. The new movie performed... Без кривляния обещал. Тяжело держать обещание. Не буду больше ничего вам обещать. The new movie performed very poorly. Due to the low ratings it has received by the viewers. Хорошо, нормально. Вот, обратите внимание, на performed в прошлом времени, да, а has в настоящем времени. Но здесь нам как будто не нужно согласование времен, потому что у нас вот это два разных предложения. Ну, так, то есть, не знаю, кого-то может сбить толку, но, в принципе, как бы это не сильно принципиально. I can see the rainbow clearly now. I can see the rainbow clearly now that the rain has ended, или has stopped, или там что-то такое. Stopped можно тоже, но, скорее всего, на had, has stopped. Now that the rain stopped, has. Ну, вот, есть у нас вариант has stopped, will stop. Stopped точно нет, had stopped вообще нет. Либо stopped, либо has stopped. Has stopped более... В общем, может быть, даже есть правила, которые запрещают нам. Ничего она не запрещает, нет никакого правила. Если даже есть, игнорируйте, кстати, правила. Будьте бунтар, бунтарями внутри, в душе бунтарством. Просто когда бунтуете, взбунтовывайтесь, то как бы постарайтесь обосновывать свою точку зрения. Но даже если нет, то все равно может бунтовать это в природе человека. I can see the rainbow clearly now. Опять ту же самую ошибку. Поэтому я бы здесь запятую поставил, не знаю, можно или нет. Вот чтобы не было clearly now, или clearly, запятая, now that the rain has stopped. Хотя не надо, наверное, здесь запятая. Не могу вам сказать. Качеству составления теста я не могу доверять, поэтому у меня нет такого комфортной, такой запасной аэродрома, что я, ну, тест кто-то проверял, кто-то его составил, значит, не надо там запятую. Я не уверен, что его кто-то проверял. Поэтому не знаю, нужна она здесь или нет. Как вы видите, ее здесь сейчас нет. Ну, может и не нужна. А может это... Кстати, мне кажется, что, возможно, это как бы на выбор автора. Что является моим любимым вариантом всегда. I can see the rainbow clearly, now that the rain has stopped. Нормально. Several guests complained about cold food last night. Нормально. About cold food. To be served, being served, served, having to have been served. Тупо, но правильно, и даже не тупо. Several guests complained about... Опа, нет, не подходит. About having served... Being served. Ага, ага. Several guests complained about being served cold food last night. Да, нормально. Значит, been у нас здесь что? Я даже вам не хочу говорить, что это. Это такая классная вещь. Внимание, вы готовы? Being у нас будет что? Ladies and gentlemen. In a red corner. The champion of the grammar wars. Геррунди. Вот. Being здесь будет Геррунди. То есть он играет роль существительного. Они жаловались на существительное. На бытие, там served, дальше уже по-русскому не сойдется. Пазлик эквивалента в русском мы не найдем. Но being здесь будет Геррунди. А может и не Геррунди. А разница есть? Для вас есть? Вам принципиально? Я узнаю. Пока я говорю, что Геррунди. Поправьте, если что. Но вариант правильный. То есть ответа, вариант правильный. I cannot think of anything. I would love more than a car right now. Опять ничего не надо добавлять. Очень странные тесты. Как будто насильно впихивают лишние слова. Они-то не лишние, но как бы нормально. I cannot think of anything. I would love more than a car right now. I cannot think of anything where I would love more than a car. А, ну, that как бы заполнение. То есть that, он часто не всегда. Опять же, он может иногда значить как то, что-то там то. А иногда он просто присутствует как то, что. То есть он в такую будет играть роль. То есть для внесения ясности. Потому что иногда вот это Buffalo, 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 становятся очень запутанными. Тогда вот that, Buffalo, Buffalo, that, Buffalo, 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 also, Buffalo, 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 also, Buffalo, other, Buffalo, Buffalo. И уже как бы становится сразу, то есть, да, вот эту роль играет здесь that. То есть грамматически, по смыслу, по стилю, в любом случае вы можете, то есть вот этот и, есть оно там или нет, в принципе, ни холодно, ни жарко. I cannot think of anything I would love more than a car right now. Вот такой вариант, вот такой, отличный. Если вы просто хотите внести малюсенький кусочек ясности немножко, особенно если человек не очень шарит в английском, или там вам нужно как-то более внятно что-то сказать, то тоже очень классно будет сказать I cannot think of anything that I would love more than a car right now. То есть и тот вариант классный, и тот вариант классный. Нам нужно что-то добавить, мы добавляем вариант и, that. Я опять уверен, в принципе, пока я уверен во всех ответах. Ну, разве что там где-то очень по-тупому. Но, в принципе, пока все идет хорошо. I am excited to see all the historical structures by the Roman Empire. Ну что, built, наверное. Built, there you go. Что такое built? Это вторая форма глагола, да? Третья. И не глагола вовсе. Ну да, да, то есть perfect form. То есть built, построенная. I am excited to see all the historical structures built by the Roman Empire. Я очень взволнован, ну, типа, классно. Не могу дотерпеться, чтобы увидеть все исторические строения. В этом случае будет structures, как структуры строительные. То есть строения, в принципе. Если переводить на русский, то будет строения. Построенные кем? Чем? Романской империей. Ну, по-моему, 12-12. Ну да, 12-12. А по времени что? 24 минуты. О, класс! Вот хорошо. Молодцы мы, все молодцы. Все, заканчиваем. Никаких слов напутствия, никаких ничего. Кривляний, честно говорю, вот минимум кривляний, который мог вам предоставил, я предоставил. Уж не просите большего, ну, не могу, ну, честно, буду стараться. Спасибо, всем классного вечера. А я здесь пока побуду.